На самом деле, во время пилотажа в боевом режиме рассчитывать только на глаза не приходится никогда. От перегрузок перед ними стоит пелена. Самолет ведут не по приборам, а, как говорят сами пилоты, по чутью. В реальности это часто похоже на клиническую смерть, когда сознание словно выходит из тела, разом охватывая все происходящее вокруг. «Жизнь после смерти» есть такая книжка, рассказы тех, кто прошел через клиническую смерть, о том, что там туннели, по которым он куда-то несется, куда-то какое-то слепящее пространство и так далее. Так вот, никуда нестись не надо. Нужно сесть в кабину истребителя и на перегрузке расслабиться. Только все. Это не ирония, а личный боевой опыт. Хотя подробностей полковник Акименков не разглашает. В 1970-м во время одной из операций над землей Египта возникли сильнейшие радиопомехи. Звено советских самолетов в бою осталось без связи. Но взаимодействие бортов не прервалось. Между людьми вдруг установилась телепатическая связь. Летчики воспринимали мысли друг друга. Они даже слышали приказы командования из штаба. «Сум и так далее, ничего вроде бы понять невозможно было. Но каким-то образом мы друг друга прекрасно понимали. То есть вот этот радиоканал, он был как бы наводящий, ну, осевой какой-то линии, вокруг которого какая-то шла информация, которая позволяла полностью владеть информацией по взаимным действиям». Каковы причины внезапного и столь явного проявления паранормальных способностей? Какие возможности человеческого мозга в экстремальной ситуации? Исследования показали, у летчиков во время боевого пилотажа резко повышается активность одновременно обоих полушарий. Формируются новые неизученные связи, общая энергетика мозга, есть и такие измерения, возрастает сразу на 300%. То есть вступает, открывается новая клетка. У нас же этих дармоедов больше миллиарда сидят, которые спят, понимаете? И вот они начинают просыпаться. Вот сейчас уже можно говорить авторитетно, потому что уже на компьютерах сделали, посмотрели, как просыпаются эти клетки. Причем просыпаются именно те, которые должны решать ту или иную задачу.